добрый день дорогие мои друзья итак в прошлый раз мы начали с вами разбирать вот такое вот интересное платице с такой интересной декоративной деталью как всегда говорили о подготовке достаточно долго этого вопроса и сегодня мы продолжаем нашу работу нам удалось в прошлый раз смоделировать полочку смоделировать спинку и переходим к самому интересному для нас это моделирование юбки моделирование задней части юбочки я показывать здесь не буду я думаю каждый из вас это все очевидно потому что что вы там только делаете от базовой конструкции вы немножечко сдвигаете вот эти вот талиевые вытачки настолько чтобы вот это расстояние у вас было выдержано то есть от среднего шва спинки вы сдвигаете чтобы было продолжение чтобы они у вас вот в этом месте совпадали и других никаких особенностей нет зато сколько угодно особенности у нас сегодня с полочкой с вами вот такая у нас полочка полочка у нас асимметричная я построила базовую конструкцию предположим да базовая конструкция давайте вот так пока это уберем чтобы это нам не отвлекало нашего внимания и сосредоточимся целиком вот тут расположимся по центру вот расположимся вот здесь что мы с вами видим потому что даже вот так я бы сделала нам как можно точнее сейчас нужно прочитать наше техническое технический эскиз наше техническое задание для того чтобы нанести правильно контуры во первых посмотрите так как мы заметили что низ у нашего изделия неровный вот эта часть левая мы договорились ее называть она повыше правая часть юбочки она немножко пониже да немножко может там сантиметра три но тем не менее я вижу эту разницу да здесь может быть скорее всего нужно нарисовать вот и поэтому и поэтому когда вы выбираете длину например 60 сантиметров берите себе немножко больше скажем 65 сантиметров да потому что линию низа вы всегда будете уточнять во время примерки вот об этом тоже мы все сказали дальше давайте разбираться на нашей базовой основке на нашем чертеже нет талиевых выточек а у нас они есть значит видимо мы их либо не видим на фотографии да потому что они аккуратно выполнены и они просто нам не видны очень мелкий рисунок такой фотографии либо они их убрали в боковые швы куда здесь убирать только боковые швы сдвинули боковые швы убрали мое решение какое я их оставляю мои хорошие то есть я не хочу убирать вот эти выточки не хочу убирать эти выточки почему потому что наличие вот этих выточек оно хорошее сделает посадку плотникой давайте поговорим у нас тут будет две детали с вами одна деталь у нас верхняя а другая деталь у нас нижняя сначала мы сделаем с вами разбор вот этой нашей наверное верхней детали она у нас самая сложная и самая трудная поэтому начнем с нее вот с этой левой декоративной верхней детали здесь была пряжка в пряжку вставлялась вот эта вся драпировка и продолжалась потом вот эта драпировка и вшивалась она в боковой шов такая технологическая особенность значит вот эта отлетная деталь декоративная она вшивается в боковой шов задней половинки юбки да здесь она перекрывает частично переднюю часть юбочки и вот в этом месте она тоже вшивается туда поэтому сейчас мы выбираем вот здесь для нее место где бы я выбрала конечно я бы выбрала вот здесь посмотрите где у нас так будет передняя выточка так будет у нас нагрудная выточка вот так и вот в этом месте под выточками я выбираю вот эту линию нахожу ее нахожу вот эту линию то есть мне удобно ее подстроить как раз вот сюда потом смотрю на серединку да то есть я должна куда ее вести я должна и вот так вот так вот так вот так вести так 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 куда-то сюда потому что я хочу открыть вот этот вот кусочек у меня открыто вот этот кусочек да и немножко подняться выше ну так как мы припускали я немножко поднимаюсь вот так выше то есть вот видите вот такой я набросала внешний вид вот такое набросала внешний вид давайте уберем сейчас вот эту историю чтобы она не мешала нам работать и будем поярче уже вот здесь вот изображать значит вот так у меня получилось и вот так у меня получилось а дальше куда я выброшу вот эту выточку она у меня уже мне не нужна ну и собственно говоря все вот эта деталь у меня готова и мне нужно ее вырезать когда я ее вырежу у меня соответственно пропадет заготовка для вот этой моей второй нижней юбочки поэтому я сейчас быстренько не успела это сообразить заранее но я сейчас это все вот сюда скопирую так бывает часто в работе когда мы с вами начинаем что-то делать и уже в процессе нашего движения понимаем что что-то нужно вернуться назад и повторить вот это все так здесь еще мои дорогие если возвращаться вот и быть более точными и корректными мы говорим о нашей юбочке да посмотрите когда вы просто взяли и отрезали вот в этом месте свою деталь вот таким образом да обратите внимание вверху вот здесь у вас получился прямой уголочек а внизу на юбочке он не получается он получается у нас тупым уголочком поэтому вы при хорошем крое либо немножко поднимаетесь вот сюда наверх добавляете вот эти полтора сантиметра до прямого уголочка и потом уже моделируете вот такую вот уточненную вами выкройку либо вы можете если вы этого не сделали раньше спуститься наоборот вот сюда и вот так вот подняться наверх чтобы вот в этом месте обязательно организовать вот этот вот прямой уголочек договорились то есть не забывайте об этой мелочи не забывайте вот об этом об этих вещах чтобы у вас был точный крой там где линии сходятся две в одну вверху они должны образовывать прямую линию и не организовать какого-то вот такого вот провала вот такого какого-то провала поэтому нам помогает вот эти прямые уголочки я сейчас это опущу чтобы не задерживать ваше внимание заднюю половиночку мы с вами скопировали да и еще заужение посмотрите насколько заузить базовую конструкцию я заузила вот здесь на 4 сантиметра относительно ширины бедер вот здесь у меня от бокового шва влево у меня было 4 сантиметра потому что и то этого может оказаться мало очень-очень сильно зауженная у нас модель не факт что это будет как-то удобно корректно или еще что-то но тем не менее мы должны повторять то что нам предлагается то что мы выбрали поэтому мы так себя и ведем и так вот у нас мы сохранили с вами вот эту нашу выпройку отложим в сторону вернемся к ней чуть позже а сейчас мы работаем с этой частью что мы здесь видим мы видим вот что что вот в этом месте у нас есть пряжка и в эту пряжку заводится вот эта часть что нам здесь важно увидеть с вами давайте вот сюда еще вернемся и очень внимательно смотрим нам нужно сейчас организовать и нарисовать вот на этой вещи вот эти вот фалды которые мы здесь видим итак выбираем первую из них она достаточно высоко куда она идет она идет куда-то вот сюда то есть я рисую вот такую вот фалдочку я рисую вот такой лучик здесь мы будем применять естественно что лучевую раздвижку потому что только лучевая раздвижка позволяет нам оставить без изменения левую часть и сделать более длинной чтобы задрапировать дальнейшем правую часть потом мы видим что ну это все ага значит я начала рисовать как-то не очень корректно потому что нарисовала свою ну вот так и правимся значит вот эта вот штука она у нас будет вот здесь нам надо ее поднять повыше вот так вот у нас будет с вами вот так будет у нас в этом месте жить пряжечка и тогда от нее мы провели первый лучик вот он у нас нарисован и мои хорошие нам надо увидеть и провести последний лучик и вот этот последний лучик вот так глазками ведете ведете и понимаете что он доходит вот до этой точки а где эта точка пропорции вспоминаем метод пропорции опять да это примерно вот наш боковой шов это примерно его серединка или даже как я говорила чуть ниже серединке значит вы измеряете вот эту длину скажем 60 сантиметров делите пополам скажем 30 сантиметров и опускаетесь еще немножко вниз то есть нельзя эту фалду направлять вот сюда эту фалду последнюю фалду надо направлять вот сюда вот в эту точку и вы нашли таким образом для нее место то есть вы нашли место для первой фалдочки ярко начинаем ее изображать и для последней фалдочки если первая идет у начала пряжки то последняя идет у ее конца вот отсюда выбирается ну и между ними чтобы долго не возиться здесь у меня раз-два три лучика значит мы должны вот эту часть разделить на 4 части 1 2 3 первый лучик второй лучик и третий лучик и там посмотрите одна часть вторая часть третья часть четвертая часть все и вот эту часть надо разделить на 4 части и вот у нас так и родятся с вами вот эти наши лучики пожалуйста раз для лучевой раздвижки мы с вами подготовили нашу картинку. Вот так. Дальше. Прежде чем это все вырезать, куда идет продолжение? Продолжение идет, я думаю, вот сюда. Нам надо изобразить вот эту историю, да? А дальше, посмотрите, вот это вот идет в талию, а вот это вот продолжение идет немножко ниже, чем пряжка. Значит, куда-то, допустим, вот сюда идет, да? Какой длины, ой, хороший, вот этот отрезок. Смотрите, измеряйте его. 11 сантиметров. Напишем и запомним. 11 вот здесь, да? Какой длины вот это расстояние? Так. 12 сантиметров. Вот это. Хотя оно нам не очень важно, да? Но мы должны эту отметочку сделать на середине спины, на боковом шве спинки, вот здесь, на юбочке, да? Потому что сюда должна прийти эта драпировка. И какой длины у меня вот эта часть? Посмотрите. Вот эта часть у меня 13 сантиметров. 13 получилось. 13 получилось. Они нам, эти циферки, пригодятся, когда мы будем вот эту общую деталь выстраивать. Вот, собственно говоря, и все. После этого начинаем работать. Берем в руки ножницы. Все срисовали отсюда, сюда, да? На пряжку, конечно, мы внимания никакого не обращаем. И мы спокойненько вырезаем. Да, что сказать про выточку? Мы опять проигнорировали, как бы, вот эту выточку. Так, ну а тут, мои хорошие, мы можем вот так сделать все. Любые мысли, они как-то приходят по ходу. Мы еще проще сделаем. Я хотела добавлять сюда, а попробуем сделать вот так. Ничего добавлять не будем. Так. И, ага, вот еще чего мне не хватает? Мне не хватает вот этой линии. Так, которая идет вот сюда. И вот тут, мои хорошие, эту выточку я могу, в принципе, закрыть. Или я могу ее закрыть, но это будет сложнее гораздо, когда я ее закрою, а потом буду лучики разрезать свои. Или я могу ее, вот эту выточку, сдвинуть в боковой шок. Если у вас деталь драпируется, то для вас это не важно. Ну, будет плюс-минус какая-то там складка, хотя здесь в верхней драпированной детали ее не будет. И в нашем случае, чтобы не усложнять себе какую-то задачу, нам удобнее как раз вот эту выточку в драпированной деталь перенести в боковой шов. Смотрите, мы ее вот так вот сдвигаем, раствор этой выточки мы сохраняем, и вот что у нас получается. вот это уже я верхнюю деталь вырезаю, да? Выточки у нас уже нет, и мы ее сдвинули вот сюда. Вот так. Вот такую мы интересную сделали заготовочку. Ну, а теперь мне надо сделать лучевую раздвижку. И вот эту лучевую раздвижку, так, я сейчас вот так вот лучики, по которым мы будем все разрезать, они должны быть у нас всегда прямые. Ага, а они у меня тут прямые не получаются, потому что я все завела вот к этой пряжечке. В общем-то, как я мыслила в начале, мои хорошие, так было бы более правильно. Вот сейчас нам очень трудно будет выполнить лучевую раздвижку. Гораздо проще она будет выполнена, если мы все-таки сделаем, пойдем по тому пути, который у меня в голове родился в самом начале. Но я вам его не озвучила, почему-то решила по дороге поменять свои планы. Поэтому исправляемся на ходу и делаем так, как задумали в начале. Так тоже бывает. У нас творческий процесс. Смотрите, что я хотела сделать в начале? Я хотела вот эту вот не трогать деталь для драпировки. Это легко сделать как продолжение. Мы записали все расстояния, какие нам нужно прибавить потом будет вот к этой полученной нами детальке. И мы потом к ним вернемся, сюда добавим просто да и все. Поэтому не надо сейчас мудрить, надо просто выполнить то действие, которое мы здесь видим. Ну и все. А теперь все элементарно. Делаем первый лучик, не дорезая одного миллиметра. Делаем второй лучик, не дорезая одного миллиметра. Третий. Соответственно, четвертый. И у вас этих лучиков может быть на самом деле сколько угодно. И пятый. Вот у меня пять получилось. Я нарисовала сколько фал, столько и получилось. Сейчас мы с вами возьмем чистый листочек и будем смотреть, что у нас получается с раздвижками, чтобы было хорошо видно. Так. А чистый листочек у нас был вот здесь. Ну и ладно. Можно вот так вот сделать. Так. Так. Еще раз. Хочу. Вот так. Время что там? Опять 18 минут. Ну как это время у нас быстро летит? Так. Смотрите. Вот наша деталь. Мы хотим сделать эту раздвижку. Но вам тут все понятно? Вы берете и вот так вот аккуратненько ее делаете. На одинаковое количество на одинаковое количество вот таких вот вещей. Вот так. На одинаковое количество. Если тут пять сантиметров выбрали, тут пять, тут пять, тут пять и тут пять. Так. А потом, что нужно сделать? Я сейчас расскажу. Не буду тратить ваше время. Я сюда выполненный результат работы потрачу. Смотрите. Вот это расстояние нам надо на сколько увеличить? На 11. Значит, я сюда продолжаю 11 сантиметров. Так. А вот это расстояние нам надо на сколько увеличить? На 13. Значит, я вот это вот вот сюда я должна отложить 13 сантиметров. Да? А потом что? А потом вот так вот их соединить друг с другом. Значит, здесь 13. Здесь у меня будет, условно говоря, 11. Здесь 11. Здесь 13. А здесь у меня столько, сколько получилось. Я потом соберу на две широких строчки или складочками заложу и вошью, сокращу это расстояние до 12 и вошью боковой шов. Вот и все, что мне нужно будет здесь сделать. Сейчас, дорогие мои, я вот это все проделаю, чтобы не отнимать ваше время. И на этом мы с вами видео закончим. Итак, чтобы не расходовать ваше время и не занимать, я показываю здесь, что у нас получилось с левой половинкой, декоративной половинкой нашей детали. Посмотрите, вот сюда мы достроили 11 сантиметров, вот сюда мы достроили 13 сантиметров и вот эти 12 сантиметров, что нужны нам на юбочке, они превратились у нас ну, сантиметров, наверное в 35 вот на этом расстоянии, да? Ну и что? Все хорошо, все хорошо у нас получается. И эта часть, она вшивается вот сюда в боковой шов, обрабатывается каким-то образом, любым образом, каким вы выберете, вот эта часть, да? Затем обрабатывается линия низа, вот эта часть и вот эта часть вшивается в боковой шов спинки, в правый боковой шов, вот эта часть вшивается в левый боковой шов, вот и все. Так выглядит пряжка, сначала после обработки сюда одевается пряжка, любая, да? Любая пряжка, которая есть, пропускаете вот это место, оно у вас вот так драпируется, обработка, в общем-то, достаточно простая у этого изделия, поэтому я решила вам его показать и разобрать, а выглядит достаточно декоративно, интересно, и вот этот прием можно использовать в каких-то других местах. вот это на сегодня мы закончили разбор с вами левой половинки нашего изделия и нам в следующий раз осталось посмотреть, как же будет выглядеть наша правая половиночка изделия. Конечно, это гораздо проще, но тем не менее, все комкать в одну кучку я не буду. Итак, до новых встреч, всегда ваша, Галина Коломейко, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте свои вопросы. Всего хорошего!